Смычковые музыкальные инструменты Смычковые музыкальные инструменты Еще в 1904 году Николай Иванович Привалов в своей книге «Гудок» написал, что гудок был инструмент чрезвычайно первобытной конструкции, исполнение на нем было примитивным. «Гудок» не представлял собой какого-либо самобытного музыкального орудия. Это была одна из первобытных форм, вроде описанных выше «Рибабов», «Ребеков», «Виол» и прочего. Прошло 120 лет, и это ошибочное мнение не только не изменилось, а наоборот глубоко укоренилось в сознании людей. Я продемонстрирую некоторые реконструированные мной народные смычковые музыкальные инструменты прошлого, которые были изготовлены с применением элементов особой технологии, и возможно мнение о звуковых возможностях древних смычковых инструментов будет меняться. Известно, что народное музыкальное творчество зародилось в глубокой древности, является исторической основой музыкальной культуры, источником национальных музыкальных традиций и способом выражения народного самосознания. Вначале предлагаю обратить внимание на очень древний музыкальный инструмент скифов, который был найден в 1947 году при раскопках второго пузырикского кургана на Алтае. Этот инструмент находился в могиле скифского вождя, погребенного в V веке до н.э., среди разнообразных предметов, которыми соплеменники снабдили его для загробной жизни. Специалисты назвали этот инструмент скифская арфа, так как посчитали, что это щипковый музыкальный инструмент. В 1991 году Владимир Николаевич Басилов, доктор исторических наук, советский и российский этнограф, в журнале «Советская этнография» номер 4 опубликовал статью под названием «Скифская арфа. Древнейший смычковый инструмент. Вопросительный знак». В этой статье Басилов высказал предположение, что так называемая скифская арфа является смычковым музыкальным инструментом и в подтверждение своего мнения привел ряд весомых аргументов, с которыми можно согласиться. Автор статьи также отметил, что американский музыковед Ловенгрен предположил, что этот инструмент мог иметь гриф, который располагался над кожаной мембраной. Послушайте, как звучит реконструированный мною музыкальный инструмент скифов, которому 2500 лет. Сразу отмечу, что я не музыкант-струнник и никогда не учился и не играл на струнных музыкальных инструментах. Субтитры создавал DimaTorzok В российском Национальном музее музыки в Москве есть экспонат под названием «Гудец» с изображением мужчины, играющего на гудке. Оригинальное изображение находится на фреске Софийского собора в Киеве. Дата постройки собора – начало XI века. Послушайте реконструированный мною гудок XI века. Этот гудок выдолблен из цельного куска древесины с плоской декой и не имеет грифа. Известно, что в Псковской и Новгородских областях во время археологических раскопок в слоях X-XV веков были обнаружены фрагменты древних гудков, в том числе и два детских гудочка. Послушайте звучание реконструированного мною детского гудочка, изготовленного из полена. Этот гудочек также с плоской декой и не имеет грифа. КОНЕЦ КОНЕЦ В церкви села Мелитова Псковской области находится фреска XV века с изображением мужчины, играющего на гудке с боковыми вырезами. То есть гудок другой формы. Послушайте звучание реконструированного мною гудка. КОНЕЦ КОНЕЦ Многие русские композиторы XIX века в своем творчестве использовали народную музыку. То же самое можно наблюдать и в творчестве Модеста Петровича Мусоргского, который в детстве жил на Псковской земле и был знаком с народными сказками, народными песнями и танцами. Слушал местную традиционную музыку. Давайте обратимся к замечательной статье Игоря Владимировича Мациевского, которая называется «О этнокультурных факторах стилевой спецификации путями Модеста Мусоргского». Игорь Владимирович пишет, что Мусоргский в детских лет постоянно сталкивался в жизненных ситуациях поначалу стихийно, а затем и в творческой практике находился в зоне активного бытования характерного явления белорусской и украинской этнических культур троистой музыки. Именно троистая музыка реализует особый тип ансамблевой партитуры, которая выстраивается за счет сосуществования или своего рода дискуссии, как минимум диалога или триолога. Далее в статье приводится ряд примеров из творчества Мусоргского, где явно присутствуют жанровые, фактурно-стилевая специфика троистой музыки с ярким сопоставлением двух мелодических голосов с метрическим басом. В народном ансамбле троистой музыки мелодический голос принадлежит скрипке, которая могла быть изготовлена как на фабрике, так и в кустарно, и могла иметь разную форму корпуса и разные названия, а роль басового инструмента выполняла басетля или басоля – народная вилончель. Количество музыкантов ансамбля могло колебаться от двух до пяти человек и даже более. Ансамбль сопровождал пение, танцы, праздничные шествия, обряды. Распространен был на территории современной Украины, Белоруссии и соседних с ним регионов России, в том числе и Псковской области. Послушайте, как звучит басетля. В статье «Скрипичная традиция Псковской области» Алла Валерьевна Полякова пишет. В исполнительской практике второй половины двадцатого века повсеместно использовалась фабричная скрипка. При этом во всех районах Псковской области зафиксированы описания самодельных долбленных скрипок из смычка догообразной формы. Кроме обычного наименования в народной традиции встречаются термины «скрипица», «скрипка», а инструменты, изготовленные из цельного куска древесины, назывались «долбанка», «долбежка», «долбаночка». Смычок во многих районах имеет название «гудок» или «лучок». Послушайте звучание народной скрипки «долбанки». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Известно, что народные скрипки могли иметь разную форму корпуса. Овальную, каплевидную, прямоугольную, треугольную и другие формы. В Российском национальном музее музыки в Москве есть гудок-балалайка с треугольным корпусом. Послушайте звучание реконструированного мною инструмента. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Спасибо